Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня» в студии Ирины Чекунова, а в гостях у меня Артём Степаньков, полковник юстиции, заместитель начальника ОМВД России по Тверской области, начальник следственного управления. Артём Сергеевич, здравствуйте. И Андрей Эдуардович Иванов, полковник полиции, заместитель начальника ОМВД России по Тверской области. Андрей Эдуардович нас отвечает за кадры. Начальник управления кадров. Нет, замначальника. Замначальника. Курирующий кадровую работу. По кадровой работе, скажем так, заместитель начальника, всё сказала верно. Добрый день. Уважаемые друзья, в начало июня у нас по всей России отмечается день рождения российской полиции. В этот день, в 1718 году, 5 июня, был подписан указ Петра I о создании полиции. И с тех пор менялись различные названия. Кажется, ещё совсем недавно была милиция, а уже сколько лет мы в полиции. Это как ГИБДД. Сначала привыкали к ГИБДД, теперь обратно привыкаем к госавтоинспекции ГАИ. Но главная задача полиции всегда была и будет это обеспечение общественного порядка и борьба с нарушителями закона. Сколько лет уже, Андрей Эдуардович, вы в этой профессии? С чего начинали? Начинал с участкового, с участкового московского РОД города Твери в профессии более 30 лет. Как-то постепенно прошёл несколько служб. Сейчас являюсь заместителем начальника МВД России по Тверской области, курирующим кадровую работу. Всё-таки, как говорят, что профессию участкового важно её пройти, потому что это вот как старт профессии? У нас есть много профессий очень интересных, в том числе и профессий участковых. На мой взгляд, профессия следователя не менее интересна, не менее захватывающая. В системе МВД каждый молодой человек, кто к нам приходит на службу, может найти себе, что называется, занятие по душе. Очень много разных служб. В этих службах много направлений. Полиция семимильными шагами развивается, шагаем в век информационных технологий. Это действительно интересное времяпровождение, назовём это так. Времяпровождение надо же. На самом деле, конечно, если говорить о полиции, вообще о правоохранительной структуре, у нас, конечно, это служба. Поскольку у нас мы офицеры, у нас сотрудники органов внутренних дел, мы применяем не работа, не время, конечно, препровождения, а, конечно, службу. Потому что мы служим стране и государству. Я бы сказала, что если это времяпрепровождение, это жизнь, которая неотделима от человеческой судьбы. Это только фигура речи. Кто служит в полиции, это невозможно разделить. Образ жизни, это жизнь, сама жизнь. Очень престижно служить. Это особый вид государственной службы. И очень престижно служить именно в органах внутренних дел. И сейчас, потому что мы говорили, что когда-то это было действительно престижно. Сейчас вы чувствуете, возрождается тот престиж советской милиции, который был? Ну, давайте я, может быть, скажу. Давайте мы вспомним, что престиж советской милиции во многом был основан на, конечно, кинематографе. Мы там помним много фильмов. Там «Профессия следователей», там «Огарева», «Шесть», «Петровка», «38». Можно там перечислять их. Проучасковых, Аниськин. Проучасковых, Аниськин, да, да, да. Конечно, в 90-е годы был там у нас период в телевидении, в кинематографе, который не очень такой, который не очень благоприятно, скажем так, на общий... Тогда появилось слово «менты». Да, «менты» там, и общий тренд там как бы повлияло. Но ведь полиция своим трудом, своим профессиональным и эффективным отношением к делу, к раскрытию преступлений, к изобличению преступников, она этот тренд постепенно поборола. Сегодня, если вот смотреть общественное мнение, которое вот у нас есть о деятельности полиции, буквально в конце прошлого года там более пяти тысяч наших земляков оценивали деятельность полиции, надо отметить, что более 90% людей полиции доверяют. Они доверяют и считают, что они находятся в безопасности. И доверие, уважение к полиции, в том числе и к Тверской полиции растет. Но полицейские как бы продолжают служить и, в общем-то, работают именно не только на престиж, а работают на то, чтобы просто делать свою работу и стараются хорошо этим заниматься. Там помочь людям. Артем Сергеевич, Андрей Эдуардович вспомнил про те фильмы, которые мы выпрямили. У вас тоже вот как-то интерес с этого пошел? Или же вы как бы с другого интереса взяли стар в жизни? Ну, я сказал, что как бы, наверное, выбор в какой-то части был определен, потому что две династии и педагогов, и юристов, и плюс, как бы, что касалось бы по возрождению советских престижей и сейчас, помимо тех гарантий, которые есть сейчас, я сказал, но тут, что вот раньше был зам по кадрам, это был первый зам, он назывался замполит, и направляли на ту должность лучших, с райкомов партии, с предприятий, замполит, потому что кадры решают все. Это именно от кадров зависит. И вот сейчас, вот два года назад, примерно около двух лет назад, этот институт вели, то есть у нас появились заместители начальников УВД, ГУВД по кадрам. Это вот планета. Был такой период при переходе из милиции в полицию, когда начальники следствия перестали быть заместителями начальников УВД, райотделов, просто стали начальниками следствия. Вот я один из тех, значит, субъектов, которые с инициативы мы выходили, писали письма в министерство, чтобы этот статус ввели, потому что как можно раскрывать преступление, расследование, не обладая полномочиями руководителя, не быть заместителями. Это просто начальник следствия. И буквально через полгода это ввели. То есть у нас опять начальники следствия стали заместителями. Заместители начальниками УВД, ГУВД, начальниками следственных подразделений. Тот же говорили пенсионный возраст, да, разным категориям граждан. Женщина, он повышается, у нас он остался неизменным. То есть 20 лет человек имеет право выхода на пенсию. И пенсия, она все-таки повыше, чем у гражданских людей. Плюс там заработная оплата, пусть возможность карьерного роста. Поэтому, я говорю, те, кто понимает, надо просто относиться, что это вид, особый вид, я бы сказал, особый вид государственной службы. Это престижно, это почетно. Это надо иметь сильные волевые качества служить. Это надо иметь требования, это надо иметь интеллект. Сейчас преступность, посмотрите, как уже на улицу они выходят. Достаточно смартфон, и ты завладел там миллионами. Не надо выходить на улицу грабить. Здесь уже совершенно другой вид преступности, чтобы противодействовать. Я помню, как начало 90-х, конец 90-х, тогда свой вид преступлений, когда рывки шапок, помните, тогда еще были. Не проходило ни дня без нескольких преступлений именно шапки. Все на резиночках еще носили, потому что это было тогда. Другое время было, помните, было много и убийства всего, лихие 90-е. И как-то вот каждая пятилеточка, она свой вид преступлений, даже мошенничество отличается. А сколько всего, Андрей Эдуардович, вот так вот, если масштаб службы в полиции прикинуть, подразделений насчитывается в полиции? Слушайте, я не буду в силу понятных причин рассказывать о количестве подразделений в полиции. Но направлений много. Хотел бы назвать, наверное, основные. Есть у нас блок, назовем так, подразделений, которые осуществляют процессуальную деятельность. Это, это первая очередь, подразделения следствия, подразделения дознания. Есть у нас подразделения, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность. В первую очередь подразделение уголовного розыска, подразделение по борьбе с наркопреступлениями, подразделение по экономической безопасности. Есть у нас вновь создано одно подразделение по борьбе с IT-преступлениями. Тоже, как вы видите, МВД в ногу со временем шагает в этом смысле. Есть у нас так называемый профилактический блок или милиция общественной безопасности, как она раньше называлась в период милиции. Сюда входят подразделения патрульно-постовой службы, подразделения участковых и полномоченных полиции, подразделения по исполнению административного законодательства, охранно-конвойная служба, еще ряд подразделений. Есть у нас внутренняя служба, это тыловые подразделения, это штабные подразделения. Отдельным блоком у нас стоят кадровые подразделения, это полицейские тоже подразделения. Вкратце это так. Ну, есть где размахнуться, есть выбор у людей, да? Есть выбор, в каждой службе, даже в каждой службе, возьмем там, я не знаю, следствие, есть специализация, где люди ориентированы на тот или иной вид преступлений, вот в том числе найти преступление ориентированное. Есть уголовный розыск, там тоже есть специализация, там у них масса направлений, не буду их здесь раскрывать. Есть, ну там, я не знаю, подразделения по вопросам миграции. Другая история, кажется, вот все просто, оформил паспорт и все. Вы знаете, сколько там направлений? То есть любой молодой человек или девушка, которая выберет в качестве профессии, профессии полицейский, она найдет себе применение, что называется, по душе и по своим способностям. И выучит главное, да? Не надо бояться. Я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день у нас в стране очень серьезная система образования. Я говорю сейчас о ведомственных вузах. В стране функционирует более 40 ведомственных вузах, где люди получают высшее образование государственного образца, значит, это образование бесплатно, во время обучения предоставляется, и проживание обеспечивают форменной одеждой, стипендий, питанием. Люди выходят дипломированными специалистами. Да, есть обязанность отработать после окончания высшего учебного заведения 5 лет. Но, в принципе, как показывает практика, выпускники высших учебных заведений МВД, они остаются служить дальше. Это наша элита, и мы понимаем, что эти люди уже к нам приходят не просто профессионалами, они приходят с определенными полицейскими навыками, знаниями и с определенным желанием служить. Я вот здесь вас перебью, потому что нам показывают, что у нас перебивка на рекламу небольшая. Уважаемые друзья, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. Сегодня говорим о профессии полицейского. Артем Сергеевич, вот Андрей Дорович начал уже рассказывать, что существует множество ведомственных вузов. У вас же тоже служба ваша в полиции. Тогда еще в милиции началась именно с такого вуза. Великолепнейший вуз. Краснодарский юридический институт МВД. Специализация была оперативно-розыскной деятельности. В принципе, наверное, 90% пошли по оперативным подразделениям, но были части выпускников, в том числе я, которые пошли в следствие. Юриспруденция. Это можно было сделать. И говоря о том, что вот эти вузы, они готовят уже подготовленных профессионалов, уже адаптированных профессионалов. Это и строевая служба, это и несение службы в карауле, это и хозработа, и дежурство. То есть в гражданских вузах так не учат. Поэтому вот и большинство приходят, и они служат, и служат и 5, и 10, и 15, и 20 лет. А вот с гражданского вуза, к сожалению, не у всех получается. Да, это еще неизвестно, будет ли профессия по душе. Да, да, сможет, не сможет, да. Хотя есть вузы, и юристов готовят, и может быть следствие проще, потому что юридических мазам готовят гражданских, а уже в полиции уже посложнее. И вот эта система образования ведомства, она правильна, что вот милиционеров готовили, были школы средние, потом высшие, потом институты, академии, институты. И сейчас по такому же пути идут прокуратура, у них свои вузы есть, и направление, там, допустим, Саратовская академия, Следственный комитет по этому. То есть это, в принципе, да, Академия правосудия, то есть готовят, они идут помощниками судей, потом мировыми судьями. То есть идем по такому, что готовят специализированные, и это правильно. Мы, я думаю, там, наверное, не за горами те времена, когда придется на киберполицию создавать, и будут именно готовить полицейских, потому что к тому идет. И это абсолютно правильно, и закономерно, и обоснованно, и дает свой результат. Кстати, Андрей Дорчич, вот вы перечислили множество вузов по России специализированных, системы МВД, да? Но вы же принимаете еще, вот, как сказал Артем Сергеевич, с гражданских вузов. Ну, вот перед вами сидит пример выпускника гражданского вуза. В 93-м году я закончил наш Тверской политехнический университет, тогда политех. Как и я тоже политех. Значит, в дальнейшем закончил университет, уже когда продолжал службу в полиции. Да, действительно, мы принимаем в полицию, действительно, и с высшим образованием, не только юридическим. Да, действительно, для сотрудников следствия и дознания у нас одно из квалификационных требований — это высшее юридическое образование. Тверской государственный университет у нас работает достаточно много выпускников университета и в следствии, и в дознаниях, и в других подразделениях. Есть у нас еще два вуза, которые у нас дают высшее юридическое образование. Есть у нас масса колледжей со средним образованием специальным, где сотрудники, где выпускники могут тоже претендовать у нас на занятия вакантных должностей в органах внутренних дел. Поэтому, как бы здесь, это второй путь, наверное, после ведомственного образования. Но в случае, если к нам приходят выпускники различных гражданских вузов, они у нас проходят первоначальную подготовку. Это 3,5-4 месяца в зависимости от категории должностей. Нашему региону повезло. У нас находится филиал Московского университета МВД имени Кикотя. Вот находится у нас практически в черте города. Там, да, осуществляется подготовка? Да, там осуществляется подготовка. Там делают из гражданских людей полицейских. Работают очень профессиональные люди, имеющие сами большой практический опыт службы не только в полиции, но и в милиции. То есть то классическое милицейское образование, которое когда-то давалось по всему Советскому Союзу, есть еще и такие там преподаватели и сотрудники. Поэтому наш регион в какой-то степени находится в выгодных условиях. Достаточно много у нас там обучается молодых людей и девушек. Что говорить о ведомственном образовании? Ну вот в этом году мы ожидаем прихода к нам 25 выпускников высших учебных заведений МВД. Я перебью, те, которые уходили от нас, с нашей земли, они же возвращаются. То есть это непременное условие. Да. И вот хотел бы обратить внимание, вот посмотрите, насколько престижна профессия следователей. Из 25, 9 это следователи. А я хотел бы дополнить, что даже те, которые не имеют юридические образования высшие, имеют любое другое, там среднее, специальное, еще что-то учатся в колледжах, самый лучший следователь, знаете, из кого получается? Из делопроизводителей, из машинисток, из помощников следователей. У нас есть возможность взять следственное подразделение ребят, не имеющих высшее образование. То есть те, которые учатся, либо собираются учиться, пожалуйста, приходите к нам в следствие на должности помощников следователя, вникайте в процесс, параллельно получайте высшее образование. Мы возьмем, и по моей практике, 25-летний лучший следователь, еще раз повторю, это делопроизводители, помощники, сотрудники канцелярии, они работают с документами. Такая кропотливая, работают с документами, да, и они уже привыкли, они уже знают, и у них все аккуратно, все по полочкам, все четко. А вот если, ребята, вопрос, в армии служба обязательно? Ну, обязательно. Ну, либо срочка, либо срочка. Если, да, мужчина приходит, да, парень молодой, то есть это после службы в армии, да? Даже если у него, он закончил колледж, он отслужил в армии, ему позволяет здоровье, да, во всех подразделениях, да, на здоровье, тут акцент у вас, и следствие тоже, да? У нас есть военно-врачебная комиссия, которая эти вопросы отслеживает очень четко, они проходят военно-врачебную комиссию, вот, не только военно-врачебную комиссию, у нас там проходят они еще и психологическое обследование, вот, мы их очень подробно проверяем, их и родственников, поэтому, ну, это не только прохождение медицины. Мы внимательно смотрим на всех кандидатов и адекватно рассматриваем результаты. То есть это не значит, что у нас такие сложные прямо там условия для приема в полицию, что это приговор там для большинства людей, это устроится... Ну, надо что сказать, у нас требования-то по медкомиссии не такие, как ключикам или космонавтам, это одно, а вследствие это же не СОБР и ОМОН, да, то есть основной инструмент ручка и голова, то есть там даже немножко какие-то есть все равно послабления, в отличие, да, тех же летчиков, космонавтов, там, СОБРовцев, ОМОНовцев, то есть следствие. Говоря о том, что парни, ну, 82% в следствии работают женщины, и даже те же помощницы у нас женщины приходят, спокойно работают. Ну, вот здесь, и вы когда говорили, два региона сравнить, Краснодарский и Тверской, вот в Краснодарском крае 70% мужчин 30% женщин, а здесь отношение иное, да. Вот смотрите, как регионы отличаются. Я первый раз пришел на планерку, удивился, одни женщины пришли, думаю, как так, вот так вот, да, женский коллектив, и говорить о том, что, знаете, приводил же примеры и резонансных дел, и результатов работы, это все на женских плечах. А вот, кстати, вот Андрей Дорчич, сказали, что, да, кропотливо выбирается и по состоянию здоровья, и по психологическому состоянию человека, но ведь потом, это же служба особая, да, потом, это же дает свои привилегии она, все, ты прошел это, ты подошел, и ты будешь, ты особенный, можно сказать. Ну, если говорить про службу в целом полицейского, то могу сказать, что на протяжении первых двух лет люди, которые к нам приходят служить, они маленечко по-другому открывают вокруг себя мир. Скажу честно, они меняются. Они по-другому оценивают те или иные поступки людей. Вот, это считаю нормальным, поскольку они, ну, каждый день, они видят то, что, ну, сталкиваются с различными правонарушениями, это их становится работой, и поэтому в силу, наверное, именно этих обстоятельств, они вынуждены адекватно реагировать, они понимают, к чему, во что результат в совершении того или иного правонарушения, и, конечно, определенным образом к этому относятся. Что касается профессии следователей, я скажу так, ну, это, наверное, в определенном смысле элита. Вот не зря у Артема Сергеевича, я так ради голубые погоны, голубая кровь. Это абсолютно точно. Это, конечно, люди-интеллектуалы. Это действительно кропотливый труд. В конце концов, это безумно интересно. Ведь много есть эмоций, а вот он совершил, он не совершил, там, адвокаты и так далее. Следователь, его задача прежде всего изобличить преступника. Изобличить. Вот этим они и занимаются. Именно это важно. Как мы все знаем, преступника признает виновным суд. А суд – это равноправная состязательность сторон. Это как сработало следствие, чтобы не было никаких правил. А вот вы предусмотрели. До суда надо еще довезти. Надо еще до суда довезти. Слушайте, поэтому, безусловно, следствие – это элита. Вот если нас там слышат молодые люди или девушки, вот, это действительно очень, прежде всего, безумно интересно. Это интересная такая специальность. Любителям детективов, да? Слушайте, там детективов хватает, вот Артем Сергеевич вам рассказывал, и с этими детективами они сталкиваются ежедневно, каких только жуликов они там за свою жизнь не насмотрятся, и с какими только преступлениями они не сталкиваются. Наш русский народ изобретательный. Поэтому те, кто вот рассматривает для себя действительно интеллектуальную работу, которую дает, помимо всего прочего, очень большую практику по юридической специальности. Вы знаете, следователи у нас спокойно везде трудоустраиваются. Даже по окончанию, когда наступает время, они выходят на пенсию с учетом их опыта. Вот, для них многие вопросы, которые являются проблемой для стандартных юрисконсультов, для них они не являются проблемой. Ну, про адвокатуру мы не говорим, мало следователей у адвоката почему-то уходят, есть такие примеры, не знаю, наверное, по определенным причинам. Хотя со следственного комитета знаю, что люди там устраиваются. Бывает. Поэтому, безусловно, если человек выбрал для себя профессию юриста, следствие это вот, как бы, серьезное такое применение навыков, которые получены в образовательных учреждениях, безотносительно. Это ведомственные вузы, либо это вузы гражданские, где люди получают высшее юридическое. Я хочу сейчас сказать, что на своих экранах, уважаемые друзья, вы видите специальный код, отсканировав который, вы перейдете на сайт УМВД России по Тверской области и посмотрите преимущества работы в следствии и в других подразделениях Тверской полиции. Сможете уже прийти сюда на службу. Кого ждете прежде всего? Ждем уверенных в себе людей, которые способны выполнять по своим морально-деловым качествам задачи, возложенные на полицию, которые имеют соответствующее состояние здоровья, самое главное, имеют желание служить. Конечно, мы таких людей безотносительно к тому, приходят они после высших учебных заведений или после гражданских вузов. У нас есть формат, при котором мы закрепляем за ними наставников и очень внимательно их вводим в профессию. Для нас важно, чтобы молодые офицеры в кратчайшие сроки постигли элементарные вопросы и в дальнейшем в профессии остались, чтобы на протяжении первых двух лет они в профессии не разочаровались. Как правило, когда человек прослужил 3-5 лет, уже идет не просто все, но как бы все равно есть какие-то, как и в любой работе, есть какие-то недостатки, есть какие-то проблемные моменты. Но в целом по истечению 3-5 лет уже мы видим полицейского, более-менее уверенного в себе, который с каждым годом нарабатывает навыки и профессиональные компетенции. Атель Сергеевич, основные требования к работе следователя какие? К личности человека? К личности, я уже говорил, это честность, справедливость, принципиальность. И вот говорили, кого ждем, мы тоже ждем всех, кто желает работать. Многие боятся, во-первых, высшее образование, сложные дела, сейчас бояться не нужно. Приходите, мы закрепим наставника, мы научим, мы покажем, мы подскажем, есть опытные руководители. Плюс карьерный рост, он пришел следователем, через 2 года это уже старший следователь, а еще через 2 года это замначальника следственного дела, или старший следователь по особо важным делам, или просто следователь по особо важным делам следственной части, расследует дела, которые под ведомством областного суда. Тут еще надо сказать, что работа следователя это венец работы всего ОВД. Мы можем тысячу уголовных дел возбудить, но если мы не доведем их до суда, это все будет результативно. А молодые люди, которые вот в этом году уже придут после окончания ведомственного вуза, они тоже к ним будут как бы прикреплены наставники? Обязательно. Потому что все равно это молодые специалисты. Обязательно. Он для того, мы логистику, допустим, если он территориально живет в московском отделе полиции, мы его не будем завозкой отправлять или там какой-то центральный, или куда-то там. Поближе к дому. Мы поближе к дому, да, чтобы он мог поближе к дому. У нас великолепный кабинет, он будет обеспечен оргтехникой, он будет обеспечен принтером, бумагой, наставником, кодексом. То есть те, кто хочет развиваться, учиться, пусть приходят в следствие. Приходите в следствие. Брозит все, да, действительно есть. Ну, я бы, наверное, тоже дополнил. У нас один из немногих регионов, где у нас с помощью личного губернатора и правительства Тверской области у нас реализуются определенные суд гарантии в отношении полиции. Я говорю сейчас о доплатах, в том числе и доплаты ежемесячно сотрудникам следствия. Причем в регионах, это, наверное, единственный случай, где следствием доплатят. Да что вы? Конечно, есть доплачивают помощникам, есть доплачивают участковым. Это часто мы видим. А чтобы следствием, то вот спасибо нашему губернатору, что он вот так материально поддерживает. Гранты, вот то, что говорил, с гражданского вуза приходят, да, получают миллион. Это тоже один из единственных. И более того, вот этот передовой опыт Тверской области распространяет на другие субъекты. Говорят, выстраивайте конструктивные, значит, взаимоотношения, чтобы и в других регионах. То есть Тверскую область другим регионам в плане поддержки социальных гарантий материально востимулированы. Ставят пример другим регионам, в том числе таким крупным, как и Краснодарский край, Ростовская область и так далее. И мне руководители даже набирают, а расскажите, как у вас. Более того, мы же еще можем и совмещение выплачивать за счет комплекта, а это тоже плюс должностного клада. Надбавки следственного департамента ввели в прошлом году. Кто хорошо работает, пожалуйста, получайте до 200% надбавки. И хороший следователь, он может реально хорошо зарабатывать. Ему не надо уходить ни в адвокатуру, ни в юридическую фирму. Он здесь спокойно может заканчивать, может работать. И все условия есть для этого. Если желающие сейчас посмотреть нашу программу, куда обращаться, Андрей Дортович? Ну, чтобы стать следователем, проще всего, как бы, вот с помощью QR-коду можно зайти, значит, второй вариант. Это обратиться непосредственно в следственное управление, в управление по работе с личным составом. Это все, что касается вот именно здания ОМВД России по Тверской области. Вот мы знаем, где оно находится. Все, что касается людей, молодых людей или девушек, которые имеют соответствующий уровень образования, им необходимо обратиться в подразделения, в кадровые подразделения по месту жительства, территориальных органов внутренних дел. Ну, например, там Бежицкое кадровое подразделение, Восташково, Восташково. Значит, в городе Твери, у нас есть ОМВД России по городу Твери, находится она там на улице Спартака, можно обратиться туда. Там тоже есть кадровое подразделение. По крайней мере, люди, значит, людей проконсультируют, расскажут, где они могут приходить в службу, какие вакансии. Дистанционно это можно узнать, зайдя на сайт ОМВД России по Тверской области, где указаны не только вакансии, но и контактные телефоны кадровых подразделений, куда необходимо обращаться. На самом деле, это достаточно просто. Процесс принятия на службу по-разному занимает, но, поверьте, мы очень стараемся для того, чтобы он был минимальным. Понимая о том, что человек, если к нам идет, это не только стремление, он должен и устроиться, и, соответственно, в кратчайшие сроки начать работать, получать заработную плату. Традиционно профессия офицера была очень почетной и уважаемой в России, потому что это именно такая профессия, потому что служить Родине, потому что это почетно, потому что это с точки зрения соцгарантий, практично, потому что это интересно, потому что есть такая работа. Мы тоже в определенном смысле защищаем и народ, и государство, и Родину в наше непростое время. Закон и порядок еще. Закон и порядок. Если вы хотите, если у вас это призвание, если у вас это в душе, то лучше, наверное, структуру и службу не найти. Напоминаю, друзья, что 5 июня в России праздновали день рождения российской полиции. Эта дата напоминает о долгой и славной истории, о преемственности поколений, достижениях и лучших традициях российской полиции. Спасибо вам, уважаемые друзья. Приглашаем всех работать в Тверскую полицию. Это интересно, это почетно. Спасибо, здоровья вам. До свидания. Спасибо. Спасибо.